Позади почти 80 километров пути, и это только начало. Пока страшновато думать о цифре 1720, но с Божьей помощью эти километры я обязательно преодолею. И вот мы в Лавре у святого преподобного Сергия Радонежского. Для тех паломников, которые ходили в Лавру, это был последний пункт их паломничества. А для меня это только первая такая важная точка. Конечно, я бывала уже раньше в Троице Сергии в Лавре, но первый раз я пришла сюда как настоящая паломница, пешком из Москвы. И уже один этот путь сюда дал мне незабываемый опыт. В этой серии мы поклонимся преподобному Сергию Радонежскому, познакомимся со священником, который был снайпером, и посетим город царя Ивана Грозного. Вот оно, сердце русского православия, Троица Сергия Валавра. Ваш сердце радует. Среди великого множества русских святых есть несколько, которых каждый русский человек воспринимает как своих близких и родных, зная, что они всегда рядом и всегда помогут в трудной ситуации. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что преподобный Сергий Радонежский один из них. В 1337 году юноша Варфоломея и его старший брат Стефан недалеко отсюда, на холме Маковец, построили храм и вырыли землянку. Довольно скоро сбылось пророчество ангела, сказавшего родителям Варфоломея, «Велик будет ваш сын перед Богом и людьми. Он станет избранной обителю Святого Духа». Варфоломей начал свой монашеский путь с именем Сергий, и к нему в эти места стали стекаться подвижники и ученики. Со временем здесь вырос монастырь, который стал духовным центром русских земель и участником многих исторических событий. Когда я выходила из Москвы в свой путь сюда, в Троице Сергий Валавру, к празднованию 600-летия обретения мощей преподобного Сергия была доставлена для поклонения особая святыня. Чудотворная икона Святой Троицы Андрея Рублева. Впервые после Октябрьской революции святыня была доставлена в обитель, для которой и была написана. Как жаль, что я совсем немного опоздала к этим торжествам. Но я обязательно пойду в Третьяковскую галерею, где находится постоянное место хранения этой реликвии, чтобы поклониться чудесному образу. А сейчас вместе с другими паломниками я иду, чтобы поклониться хозяину Лавры, преподобному Сергию Радонежскому. Сюда, к мощам преподобного Сергия, не иссякает людской поток. Это даже хорошо, что мне придется постоять в очереди. Есть время собраться с мыслями и с душевным трепетом преклонить голову перед Игуменом земли русской. Мне очень интересна история Лавры. И сейчас я встречусь с человеком, который знает о ней все. Здравствуйте, меня зовут Олеся. Меня зовут Николай. Я слышала, что вы знаете все об истории Лавры. Ну, не все, но, по крайней мере, достаточно много. Ну, позвольте сначала сказать о значимости преподобного Сергия. Какова притягательная сила святого Сергия, которая заставляет непосредственно приезжать из разных уголков православного мира и возносить свои молитвы к Игумену, печальнику русской земли, преподобному Сергию. Не было бы преподобного Сергия, я считаю, что во многом не было бы великой нашей русской истории, не было бы нашего монастыря Егорда Сергия Фасада. И мощи святого Сергия, они у нас почивают в нашем замечательном белокаменном Троицком соборе. Он интересен тем, что он рассказывает о том событии, в честь кого он непосредственно посвящен. В честь явленного святого духа в день Пятидесятницы, то есть в честь Дня Святой Троицы. История для меня, она продолжается непосредственно на примере нашего духовского храма, который был, кстати, построен как некое продолжение троицкой архитектуры, троицкого собора. И этот замечательный храм продолжает библейское повествование. Вот обратите внимание, что в барабанах храма располагаются колокола. А эти языки колоколов напоминают нам о том, что апостолы после сошествия благодати Господней в их сердца поднялись на Сионскую горницу и стали словословить Господа на различных языках. Для меня эти два храма уникальны, повторюсь, потому что они раскрывают в полноте своей, на языке архитектуры, великое событие рождения православной церкви. Далее время шло и в XVI столетии у нас появился замечательный Успенский собор, который воздвиг Ян Грозный, который высоко чтил святого старца Сергия Радонежского, храм Строоса 26 лет. Зато по своему величию, по своим размерам после его освящения, что произошло в 1585 году, он не знал себе равных. Подчеркивая, культурный и духовный центр России именно в Сергиевском монастыре. Наш монастырь, особенно в XVII столетии, имел солидное количество колоколов. А количество сколько колоколов? Общей сложности было 39. Сейчас действующих колоколов на нашей колокольне располагается 30. А на храме в честь сошествия святого Духа 18 колокольня строилась практически 30 лет. При трех императрицах. Это одна из самых высоких звонниц России. Давайте я покажу на втором ярусе снизу. Через арочный проем солидный лаврский колокол-гигант. Он так и называется, царь-колокол. Вес его составляет 74 тонны. Это копия царя-колокола, который был создан при возведении колокольни. В 1930 году в ходе антирелигиозной кампании славарской звонницы сбросили не менее 25 колоколов, среди которых был и ее главный благовестник, царь-колокол. По замыслу Ухтомского колокольня должна была служить напоминанием, что благодаря преподобному Сергию, скажем так, выросло это могучное древо русскому самодержавию. Николай, а как вы здесь оказались в лавре? Вот ваша личная история. Ну, дело в том, что я закончил Нижегородскую духовную семинарию, а потом у меня появилось желание продолжить свое образование. Я поступил в Московскую духовную академию. И потом я в процессе обучения изъявил желание непосредственно подвязаться в нашем паломинском центре с курсоводом. И, честно говоря, я даже не предполагал, что я останусь в нашем замечательном монастыре. Я в результате распределения после окончания академии попал в Израиль, на Святую Землю, где и промыслом Божьим также проводил экскурсии в течение двух-двух с половиной лет. А после окончания я так подумал, что же мне все-таки больше импонирует. Я все-таки решился вернуться в наш монастырь. И вот действительно для меня является непреложный и важный аспект преподобного Сергия, его незреченная притягательная сила. Николай, как считаете, что самое важное в пути паломника? Главная цель паломника – это действительно приобрести эту благодать, что должно сопровождаться не просто экскурсией, а именно молитвой, постом, покаянием. Вот открыть свою душу, ведь мы же живем в эпоху комфорта, если мы хотим паломничать, то нам непосредственно нужен хороший транспорт, кондиционер, удобные и комфортабельные гостиницы и так далее. Таким образом мы забываем об основах духовной жизни. Наша духовная жизнь возрастает не благодаря комфорту, а вопреки комфортной жизни. Николай, ваше напутствие паломникам? Самое главное – не забывайте о том, что преподобный Сергий является настоящим путеводителем ко Христу. Спасибо. Надеюсь, встретимся еще не раз. Да, взаимно. Здесь, недалеко от Лавры, служит удивительный священник – отец Николая Кравченко. Он снайпером прошел Афганскую и Первую Чеченскую войну, а на Вторую Чеченскую войну вернулся уже священником. И то, что он выбрал путь священства, предопределило одна встреча здесь, в Лавре. Отец Николай, благословите, пожалуйста. Я слышала, что троица Сергиева Лавра очень круто изменила вашу жизнь. Расскажите, как это произошло. Не Лавра. Отец Кирилл. До Лавры я потом уже дошел. До понимания Лавры тоже было потом. Сначала, конечно, да, явился отец Кирилл. Потому что я пришел, наверное, сперва к нему сначала. Да, потому что это величайший человек. И все об этом говорили. Ну, что, все говорят, а я что, мимо буду, что ли? У Бога на всякого человека есть свой промысел. Вот и встреча отца Николая, пришедшего с Чеченской войны, с убеленным сединами старцем, архимандритом Кириллом Павловым, была совсем не случайной. Отец Кирилл был участник Великой Отечественной войны, несколько раз был ранен, воевал в Сталинграде. Потом с боями дошел до Австрии. В своих проповедях и разговорах с духовными чадами он часто вспоминал войну. А однажды сказал, кто там не был, тот ничего не знает. Порой это было хуже ада. Пережить такое крайне тяжело. Особенно трудно было переносить подлость и трусость. Для меня он, как ветеран войны, стал, конечно, примером, путеводителем. Я думаю, что он сыграл для меня важную роль. Поэтому, приходя в лавру, всегда захожу к своему духовнику. Хотелось быть другим, похожим? Стараюсь. Я хочу. Я очень хочу. Срываюсь. Наверное, нет той духовной силы. Но стараюсь. Стараюсь. Честное слово. Хочу. Для меня его личное, жизнь, личный подвиг – это, наверное, основа жизни христианина. Особенно близкого по образу жизни, близкого к моему. Что такое быть монахом Троицы Сергеем Лавровым? В моем понимании, ну, лавра – это, будем правильно сказать, наверное, это вот центр православия, ну, мирового православия. Потому что отсюда все. Ну, нельзя сказать, что вот находясь в лавре, ты не впитываешь что-то важного. Наверное, вот здесь я остановился. Спрашиваю, перелом произошел. Я здесь матом перестал ругаться. В Чечне вы дали обет, что если спасетесь, то построите храм. Я обет давал, не думая о себе в этот момент. Больше беспокоился вот за этих мальчишек. Впервые в жизни у меня вот такая была, наверное, искренняя такая, молитва. И она была не за меня. Я попросил, да, Господи, если они останутся в живых, я построю храм. И вот нас был с отцом Кириллом как раз вот такой разговор. И он, где ты будешь его строить? Я говорю, ну, где? А я же родом с Чукотки. Я говорю, ну, где? Дома на Чукотке. И вот он мне как раз сказал вот эту вот интересную фразу. Он говорит, а кому этот храм будет? Ну, я его неправильно понял. Начал там свои мысли, там, для людей. Он говорит, а помнишь, как, говорит, храмы здесь использовались? Вот священников не было, всех разогнали. И вот тогда он сказал такой вот, вот, ты построй храм в душе. Как? Вот это сложнее, да, как храм в душе построить. Он говорит, тебе, наверное, надо становиться священником. И, ну, сейчас, сейчас вот на данный момент я себя другим просто не вижу. Ну, как-то ужился самим собой так вот. Такая благодать здесь. Не хочется даже уходить. Но пора. Наберу в дорогу святой водицы в источнике, который возник по молитвам преподобного Савва Старожевского, ученика, всподвижника преподобного Сергия Радонежского. И в путь отправлюсь. Я ухожу из троицы Сергиевой Лавры с очень теплым и светлым чувством. Как будто внутри меня теперь горит маленькая свечка. Попытаюсь, чтобы она не погасла, несмотря на все трудности моего пути. Если ехать на машине или автобусе, город Александров расположен недалеко, всего в 50 километрах. Но для пешехода это очень серьезный и большой путь. Поэтому я иду, а вы за мной. Это абсолютная правда, что у природы нет плохой погоды. Особенно, когда такая красота вокруг. И она будет сопровождать меня до самого севера. Надо постараться надышаться запахами иван-чая и летнего дождя. Когда только читаешь слова «Александровская слобода», сразу возникает ассоциация «Иван Грозный». Всем известно, что во времена правления этого царя здесь долгое время была практически столица Руси. А еще именно здесь когда-то зародилась опричнина. Субтитры создавал DimaTorzok Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Олеся. Как так получилось, что такой маленький город стал таким значимым? Ну, начнем с того, что это маленький город, но с очень большой историей. И история эта начинается раньше, чем началась история города как такового. поскольку Александровской слободе, именно не городу Александрову, а Александровской слободе уже более пяти веков. И дата ее основания – это самое начало XVI века, 1508-1513 годы. Это время правления великого московского князя Василия III. И вот уже в то время слобода приобрела царский статус, поскольку она стала великокняжеской резиденцией, местом для прохлада в ежегодных поездках Василия III вместе с семейством по монастырям. То есть здесь он неоднократно останавливался с своей семьей. Ну и, собственно говоря, вот этот маленький клубочек начал разматываться. И уже во время правления сына Василия III, великого и первого русского государя Ивана Грозного, Александровская слобода из просто великокняжеской резиденции обрела столичный статус. Я представляю, как по этим дорожкам, по которым мы проходим со Светланой, почти пять веков назад ходил сам Иван Васильевич Грозный. И мне становится немного не по себе. Ведь первое слово, которое возникает в памяти, когда думаешь про Александровскую слободу – это слово «опричнина». Именно здесь Иван Грозный разместил опричную тысячу. Тысячу отобранных боярских и дворянских детей, свое личное войско, выросшее позже до шести тысяч. Эти люди, принесшие личную клятву государю, боящемуся измен, первоначально жили здесь почти по законам монашеского ордена. Сам царь называл себя игуменом. Все опричники ходили в одеждах, напоминавших монашеские. Молились порой до девяти часов в сутки. Иван Васильевич сам звонил к заутрине, пел на клиросе в одном из этих храмов, мимо которых мы проходим. А во время трапезы читал вслух священное писание. К сожалению, то, что начиналось как монашеский орден, потом, если верить историкам, навлекло на страну немало бед. Конечно, личность Ивана Грозного до сих пор не понята нами до конца. Кто-то считает его кровавым тираном, а кто-то – гениальным правителем и дипломатом. Все сходятся на одном. Это правитель, который оставил яркий след в нашей истории. А благодаря ему прославилась и Александровская слобода. А сейчас мы с вами зайдем в экспозицию, самую таинственную, наверное, у нас в Александровской слободе, потому что это одно из немногих мест, где сохранились подлинные белокаменные средневековые подвалы той эпохи – погреба. Ну и предлагаю посмотреть, как же настоящие средневековые погреба выглядели при Иване Грозном. Пойдемте посмотрим. Как холодно. Ну что, не ожидали? Мне кажется, такой перепад температуры в градусах 15, нет? Вы знаете, на самом деле температура, да, перепад большой, потому что, вот как раз по одной из версий, такие погреба использовались как средневековый холодильник. Температура воздуха здесь в самые жаркие дни не поднималась выше 12 градусов. Зимой судоходные реки Серый, которые протекают рядом, нарезали кусками лед, складывали его сюда. И вот летом как раз вместе с ледниками здесь хоронили продукты для царского стола. Ну, это одна из версий того, для чего использовали вот такие царские погреба. По другой версии, такой же мирной, как и первая, это была часть царского казнохранилища, где хранилась наименее ценная часть казны. Ткани, мягкая рухлядь, меха, шуба и так далее, и так далее. Ну и третья версия, скажем так, более кровожадная, что в таких погребах устраивали пытошные, конечно. Как правило, в основном, кстати, пытошные устраивались за стенами Кремлей. Отсюда до нас дошло такое слово, как за стенки. Но иногда пытошные устраивали именно на женской половине дворца, где мы с вами, собственно говоря, и находимся. Поскольку считалось, что женский слух всё стерпит, да и для остразки. Вот кого. Ну, мы с вами побывали сейчас в самой низкой точке Александровской Слободы, а теперь для контраста я предлагаю подняться на её самую высокую точку и побывать на смотровой площадке Распятской церкви в Колокольне, откуда и слетел холоп Никита на своих крыльях. Пойдёмте? Светлана, получается, если Иван Грозный сюда переехал, значит, он и привёз с собой библиотеку. Вы знаете, на самом деле, когда он уезжал из Москвы, главный секрет заключался в том, куда он едет. На тот момент об этом не знал никто. Но было известно, что с собой он собирал царский поезд из нескольких сотен саней, гружённый московской казной, московской святостью. Проще говоря, архив, библиотеку, драгоценности. Всё ценное он из Москвы увозил. Он был образованным человеком своего времени. Да, образованнейшим, я бы сказала, человеком своего времени. Но вот куда потом исчезла библиотека, не знает никто. Но одна из версий, конечно, царь уезжал отсюда в торопях после смерти царевича. И вполне возможно, что он не собирался так тщательно, как если бы уезжал запланированно. И по свидетельству, опять же, современников Ивана Грозного, эта библиотека хранилась в отдельном погребе. И мало того, что там был секретный вход, то как бы этот вход ещё был защищён заклинаниями. Положенными, если я не ошибаюсь, там было что-то о том, что положенными на 500 лет. Если в течение этого срока кто-то взломает эти двери, то на него ляжет страшное проклятие. Другая версия, версия современных учёных, что, собственно говоря, библиотеки как таковой, именно пропавшей библиотеки, точнее сказать, либереи, как в то время её называли, и не было. То есть те книги, которые сейчас можно найти в каких-то государственных архивах, в музеях, в частных коллекциях, совершенно верно. Потому что вот наша писалтырь, Слободская, например, приобретена как раз у частного коллекционера, пожелавшего остаться неизвестным. То есть если всё это собрать, то как раз и получится царская библиотека. Но на самом деле, конечно, это одна из главных тайн современности. Так, и мы приходим... Мы с вами переходим от тайны к легенде. И мы продолжаем разговор о полёте Холопа Никиты. Вот именно с распятской церкви колокольни он и совершил свой революционный на тот момент прыжок. Да, совершенно верно. Ну а вот чем этот прыжок закончился, может быть, нам лучше с вами поговорить, когда мы поднимемся на снотровую площадку. Ощутить это. Когда мы с вами сейчас будем подниматься по ступеням, не забывайте о том, что это те ступени, по которым ежедневно, точнее, каждое утро сам Иван Грозный поднимался на колокольню, а ещё поднимался вместе с ним ежедневно его младший сын Фёдор, который слыл великолепным звонарём и лично заутренне звонил в колокола. Поэтому нам сейчас с вами опять предстоит прикоснуться к настоящему живому средневекованию. Пойдём к настоящей истории. Да, к настоящей истории. Пойдёмте. Ну что, Олеся, поднимаемся с вами, и давайте посмотрим на Слободу сверху. Глазами Ивана Грозного. Глазами Ивана Грозного. Вы знаете, Олеся, прежде чем начать подниматься, я хочу сказать о том, что эта лестница очень хитрая и известна она тем, что каждый, кто по ней поднимается, насчитывает разное количество ступенек. Поэтому я вам советую мысленно посчитать, и интересно будет, сколько получится у вас, потому что у всех всегда получается разное количество. Ну, вы мне задание дали. Хорошо. Да, я вам дала задание. Пойдёмте. Да, я за вами. Светлана, вы каждый день так поднимаетесь на колокольчик. Ну, вы знаете, лично я, к счастью, не поднимаюсь каждый день, а вот экскурсоводы наши поднимаются ежедневно не по разу. И лифта нет, да? Конечно, нет. Мы же в Средневековье, поэтому играем по-честному. Эх, так, я уже сбилась со счёта, если честно. Вот, вот в этом и хитрость. Вот отсюда, опять же, открывается вид на главный вход в Александрскую Слободу, точнее, въезд. Конечно же, это был безусловно. Вот, собственно говоря, через этот вход государь Иван Грозный прибывал на территории Александрского Кремля с красной стороны Слободы с парадного въезда и прямиком в главный собор, в Троицкий собор, ну, на службу или просто поприветствовать. Ну, и потом уже, в общем-то, здесь расселялся. То есть, вот, главный вход был отсюда. И в эту же сторону полетел и холоп Никита. Взобрался он когда на Распятскую церковь, ну, должна я сказать, что смастерил он себе крылья, конечно, деревянные, обмазал их воском и дёгтем, обвалял в перьях, как смог, из чего смог. Взобрался сюда ещё даже повыше, на саму колокольню, спрыгнул, ну, я не скажу так смело, что он полетел. Скажем так, он благополучно спланировал через крепостную стену как раз на место, на берег реки Серый, благополучно через главный вход вернулся. А вот государь, который наблюдал, конечно же, за этим полётом, ну, что в 16 веке мог сказать государь любой страны, не только нашей, сказал он о том, что человек не птица, крыльев не имать. Аки, кто смастерит себе крылья дьявольской выдумкой снаряжённые, выдумщик и того казнить, а дьявольскую выдумку после божественной литургии сжечь, что и было исполнено. На самом деле, это крепостные стены монастырского уже периода, это уже середина 17 века и позднее, а первоначальные крепостные стены при Иване Грозном, они были более мощные, с земляными валами, с мощными бойницами. И окружали, они охватывали территорию гораздо большую, нежели сейчас. Поэтому вот, к сожалению, первоначальные крепостные стены мы не застали. Светлана, спасибо за такой шанс прикоснуться к такой древней истории. Будем рады, если вы приедете снова, найдёте повод. А как вы видите, по краткому экскурсу, который вот сегодня у нас получился, что нераскрытых тайн и историй, которыми мы можем с вами поделиться, ещё очень-очень много осталось за кадром. Поэтому приезжайте, будем очень рады вас видеть снова. И удачной вам и лёгкой дороги. На север. На север. Совершенно верно. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Здесь, на территории Александровской слободы, находится Успенский женский монастырь. Я читала, что в Успенском монастыре жила насильно постриженная в монахине сестра царя Петра I, царевна Марфа Алексеевна. А позже обитель стала тюрьмой для первой жены Петра I, Евдокии Фёдоровны. Я иду в обитель, чтобы узнать и увидеть всё своими глазами. Матушка Тавиха, здравствуйте. Здравствуйте. Я Олеся, паломница, иду на север. Я здесь гуляла, зашла в музейный комплекс. И мучает вопрос. Здесь есть и музейный комплекс, и монастырь. Вот что появилось первым? Был ли монастырь при Иване Грозном? Ну, во-первых, в историческом плане наше место – это является резиденцией Ивана Грозного. И после того, когда он оставил это святое место, столь это оно вообще было в запустении, в полнейшем разоряли его все наши недруги, как могли. И тогда, когда уже было некуда опустошать это место, Господь такое правило, что здесь образовался монастырь. По благословению патриарха Никона, царь Алексей Михайлович разрешил Свято-Успенский храм, в первую очередь, от чего и получила название наша обитель. А изначально тот основной храм – это был Свято-Успенский, Покровский, Троицкий. И собор – это уже Иван Грозный создавал. То есть получается, что монастырь – это было потом. Расскажите, пожалуйста, какие святыни в этом храме? Здесь у нас, во-первых, находятся мощи. Во-вторых, святынями являются фрески, которые были расписаны при Иоанне Грозном. Здесь находится чудотворная икона и разных мощевиков, которые в алтаре. А мы можем зайти посмотреть? В храм, конечно, конечно, конечно. Ну, Лизенька, первая достопримечательность – это вот эта фреска Покрова Пресвятой Богородицы. И вот эта икона – это как бы свидетельство того, что храм назывался Покровским. И позже был переименован. А это был храм, в котором он мчался, в котором он здесь молился. И те ворота, в которые он заходил, они так и называются царскими. Мы можем тоже к ним пройти. Вот эти ворота, они тоже являются святыней и достопримечательностью нашего собора, так как завезены сюда Иоанном Грозном. Они новгородские, которые были изготовлены в Бизантии по благословению архиепископа Василия. Вот они, видите, они выполнены необычным способом. Этот способ соединения ртути с золотом, они ни разу не были реставрированы. Мы видим на каждом из них библейский сюжет. В основном это Ветхий Завет, но есть ещё и Новый Завет, особенно такого, знаете, апокалиптического настроения. Как это сохранилось. Мы сейчас заходим в центральную часть нашего собора. Дело в том, что иконостас у нас новый, а вот эти столбы, на которых тоже изображены вот эти фрески, они, по сути, ни разу не были отреставрированы. И мы видим их первоначальный облик. Это именно, вот этот способ изображения икон является особенностью этого времени, когда правило Иоанн Грозный. Все спрашивают, а кто мастера? Мастера не указаны. Как бы являются... Как-то вот так получилось, что об этом история умолчивает. Ну, по сюжету на этой стороне... Здесь страшный суд. Мы видим на одной стороне ад, а на другой стороне рай. Здесь мы видим полностью страницу Успения Божьей Матери. Так как она расписана здесь, в таких подробных сюжетах, разве что повторяется в Кремлевском Успенском соборе. Дальше мы с вами идем. И вот здесь впереди рака с мощами нашего батюшки Корнилия, который был строителем нашего монастыря. Поэтому можно приложиться. Это та святынька. Он у нас целитель, чудотворец. Очень тактильная фреска. Какие-то непередаваемые ощущения. Если закрыты глаза, то чувствуешь какую-то тёплую поверхность. Ну и дух, конечно. Если бы стены могли говорить, но вот они говорят с помощью этих старых древних икон. Я узнала много нового сегодня. И хочу сейчас поставить свечки, помолиться. Спасибо вам, что уделили время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! До свидания, Александров! Я обязательно вернусь сюда ещё раз, чтобы познакомиться с тобой поближе. А я направляюсь в старинный и не менее прекрасный город Переславль. Дорога. Не случайно она дана пилигриму, как особая милость. Есть возможность вспомнить, ещё раз пережить и прочувствовать свои впечатления. Вот и я иду и вспоминаю про Троицу Сергиеву Лавру, при преподобного Сергия. И понимаю, что наши святые, они не где-то там, на небесах. Они живые, они здесь. Они любят нас и радостно встречают, как если бы на крыльце любимый дедушка встречал внучку, возвратившуюся на родину. Моё паломничество ещё только началось, а у меня уже душа переполнена радостью и любовью к нашим русским полям, лесам, храмам и монастырям, к нашим русским людям. Великая Россия понемногу открывает мне свои дары. И сколько их ещё будет впереди. Знаете, несмотря на то, что слышишь гул машин, если будешь преодолевать этот путь на транспорте, не услышишь шума цикад, а он на самом деле всего лишь в одном шаге, если выйти из машины. Это тот самый момент, предрассветный час, закатный час, когда вся природа славит Господа. И ты вместе с ним, такой маленький-маленький. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова